Подсчет калорий практически однозначно ведет вас к стрессу. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся избавляться от состояний, патологий и диагнозов при помощи нутрициологии. И сегодня я докажу вам, что подсчет калорий это не только бесполезно, но иногда бывает и опасно для вашего здоровья. Итак, что такое калории? Когда мы едим продукты, то они содержат углеводы, белки и жиры. И вот каждый грамм углевода, жира или белка содержит какое-то количество калорий. 1 грамм углевода и белка содержат по 4 калории, а 1 грамм жира содержит 9 калорий. Что такое калории? Это та валюта в виде энергии, которую получает организм, когда у нас в митохондриях сжигаются эти углеводы, белки или жиры. То есть углевод или жир, например, заходит в митохондрию, и на выходе мы получаем какое-то количество энергии, вот тех самых килокалорий. И углеводы нам дают, еще раз повторюсь, 4 калории, белки 4 калории, а жиры 9 калорий. Теперь давайте посмотрим с той стороны, на что мы тратим эти калории. Во-первых, мало кто знает, что даже в спокойном состоянии мы тратим порядка 1000 калорий. 500-600 калорий мы тратим только на сон. То есть, да-да, для того, чтобы заснуть, нам тоже нужна энергия. Так вот, даже если человек абсолютно не двигается, потому что физическая активность, это энергозатратный процесс, и мы тратим на это калории. Даже если человек не думает, потому что мыслительный процесс, это очень энергозатратный процесс. Но, помимо этого, у нас бьется сердце, у нас поддерживается температура тела, у нас давление осуществляется, кровоток и так далее. То есть, работают наши внутренние органы, и без энергии они это делать не могут. Ограничивать калораж и уходить сильно за пределы, это значит заводить свой организм в дефициты по энергии. Когда организм дефицитен по энергии, он отключает некоторые реакции в нашем организме. И, например, ваши волосы будут недополучать питание, ваша кожа будет недополучать питание, потому что нашему организму ему наплевать на нашу красоту, на густоту и гладкость шевелюры, ему надо сохранить нам жизнь. И поэтому, когда энергии недостаточно, он отключает те функции, которые вот прямо сейчас в поддержании жизнеобеспечения, жизни вашей, не участвует. Это, например, репродуктивная функция в том числе. Поэтому, какие мы делаем выводы? Люди, которые долго находятся на ограничении питания, во-первых, попадают в стресс, потому что для организма это стресс, питания нет, надо запасать. И как только они выходят с этого рациона, потому что невозможно долго оставаться на таком питании, это истощение для организма, они начинают тут же набирать, потому что организм думает, вдруг опять не дадут. Ограничивать калории не стоит ни в коем случае. Но ведь делают же еще одну ошибку. Ограничивают калории за счет жиров, убирая жиры. Как рассуждает человек или, например, фитнес-тренер. Они думают, так, мне надо несколько приемов пищи, в которые я должен какой-то объем еды съесть. И вот этот объем еды нам дают углеводы, потому что их много, а энергии, мы помним, они дадут меньше, чем жиры. И углеводы это такой быстрый, понятный, доступный источник энергии для нашего организма. По факту это, знаете, когда вы разжигаете костер, например, вы пользуетесь щепками, бумагой, вот чтобы разжечь. Но на этих щепках или бумаге вы не можете, например, приготовить еду или согреться. Вот это углеводы. А вот дрова, на которых можно согреться, приготовить еду, которые дают угли, такие жаркие, это жиры. Они дают больше энергии нашему организму, но по объему они гораздо меньше. Из чего должен состоять наш колораж? Ну, во-первых, никакой единой цифры для всех нет. Например, там полторы тысячи килокалорий. А наш колораж зависит от нашего образа жизни, от обменных процессов в нашем организме. Если, предположим, человек умственно работает долго, упорно и напрягается умственно, или он работает физически, например, и у него действительно физически задействован организм, то, конечно, его колораж ни в коем случае ограничивать нельзя. А мы же ведь по факту ограничиваем колораж и при этом ходим, например, в зал тренироваться. Таким образом мы к истощению организма подводим. Поэтому ваша калорийность не должна уходить за рамки ваших энергозатрат. То есть калорийность должна быть такая, какой у организма запрос на энергию. Если мы посчитаем, что организм в состоянии покоя тратит тысячи килокалорий, а плюс вы еще, например, к этому физически работаете, вы много двигаетесь, вы много думаете, соответственно, калорийность может быть увеличена. Поэтому здесь не стоит всех под один какой-то стандарт, под одну какую-то цифру подгонять. Если в вашем рационе есть жиры, то вы можете, например, сделать два приема пищи в день, потому что вы будете насыщаться, вам будет долго хватать энергии до следующего приема пищи. Если вы, например, на углеводах пытаетесь сбалансировать, тогда у вас будет больше приемов пищи, потому что на углеводах до следующего приема пищи, как правило, проходит 2-3 часа, и вы опять хотите есть. И теперь такой момент, почему я не говорю про белки. Потому что сжигаем мы углеводы, запасаем мы жиры. Углеводы мы сжигаем здесь и сейчас. Жиры мы запасаем, чтобы в тот момент, когда у нас нет доступа к еде, организм мог взять их из внутренних ресурсов и таким образом прокормиться. А вот когда мы начинаем сжигать белки, вот это уже в организме беда-беда. Потому что из белков мы строим. Это строительный материал. Это не источник энергии для нашего организма. Поэтому в рационе, когда мы считаем белки, как источник энергии, это большая-большая ошибка. Их вообще считать не надо. Если мы говорим про жиры, то их тоже надо усваивать. И для этого у вас должен быть хороший, качественный желчоотток. У вас должен быть синтез желчи, а это происходит в печени. Реология желчи, это значит, она должна быть текучей, пластичной, а не как твердый пластилин. И отток желчи, а это значит, что у вас должен сокращаться желчный пузырь. И только в таком случае жиры действительно пойдут как источник энергии. И белки. Это соляная кислота в желудке. Потому что если у вас недостаточной соляной кислоты, вы не сможете расщепить этот белок. А если вы его не сможете расщепить, значит, он отправится догнивать в кишечник. И вот эти все моменты тоже надо учитывать, когда мы составляем себе рацион. Не считать калории, а работать над тем, чтобы у вас усвоение и углеводов, и жиров, и белков было полноценным. И именно этим занимается нутрициолог. В отличие от, например, фитнес-тренера, который не увлекается нутрициологией, а просто вот ваяет вам фигуру, но при этом может поломать ваше здоровье. Нутрициолог занимается тем, чтобы вы не срывались на сладкое, чтобы вы не считали лихорадочные судорожно калории, чтобы вы оздоравливались, а за счет этого дополнительно еще и стройнели. Подробнее про профессию нутрициолога и как стать нутрициологом я расскажу на своем бесплатном марафоне, который пройдет 15, 16, 17 августа. Ссылка для регистрации на этот марафон в описании к этому видео. Переходите и регистрируйтесь. Участие в этом марафоне бесплатное. Давайте вернемся к началу этого ролика и вспомним, кто считает калории. Как правило, это человек, который хочет похудеть или человек, который хочет набрать вес. Никто другой этого делать не будет. Так вот и сброс, и набор веса – это вопрос не калорийности, это вопрос к качеству продуктов и к тому, как вы их усваиваете. Это вопрос к возможностям вашего желудочно-кишечного тракта. И когда в желудочно-кишечном тракте есть проблемы, хоть засчитайтесь калорией, вы будете дополнительно загонять себя в стресс, вы будете думать, боже мой, ну вдруг я сейчас переел, потому что энергозапросы у нашего организма, они не могут быть одинаковыми каждый день. Сегодня у вас больше, завтра у вас меньше. И поэтому это нормально, когда сегодня человек, например, ест меньше, а завтра он ест больше. Для того, чтобы понимать, что нужно вашему организму, чтобы он либо сбрасывал вес, либо набирал вес и при этом оставался здоровым, для этого надо очень хорошо разбираться, как конкретно ваш организм функционирует и что конкретно вашему организму надо. Потому что у нас же не одинаковые, например, метаболизмы, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у нас не одинаковые дефициты, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то одно, у кого-то другое. Поэтому подсчет калорий, это просто всех под одну гребенку, всех под один стандарт Я за индивидуальный подход, за то, чтобы вы знали, как конкретно вашему организму будет лучше Плюс ведь, знаете, не забывайте, есть такой момент, как skinny fat, худое ожирение То есть, когда у нас стоит, например, девочка 50 кг, и у нее есть ожирение Она худенькая, но у нее есть ожирение, потому что у нее нет мышечной массы И тут же стоит вторая девчонка, у которой все в порядке, потому что у нее есть мышечная масса, немножко жировой ткани И вот это делает разницу Качество вашего тела, подсчетом калорий вы качество тела никогда не наберете Подсчетом калорий можно только сбросить жировую массу, но смотрите, какая здесь ловушка Когда человек часто худеет на подсчете калорий, на ограничении калоража, то он сбрасывает и жир, и мышечную массу Потому что белки включаются в этот процесс, а набирает он потом только жир Он опять, когда на очередной диете сбрасывает и жир, и мышечную массу, а набирает опять только жир Потому что из продуктов питания, когда вы уходите с ограничения рациона и начинаете есть уже другие продукты Вы набирать можете только жир, мышечная масса набирается по-другому И поэтому рано или поздно на ограничении калорий, на подсчете калорий вы придете к худому ожирению И еще один момент, когда люди, которые хотят набрать вес, они начинают лопать белок как не в себя Ну конечно, мышцы же это же белок, логично все, да, надо есть белок Но дело все в том, что чтобы белок усвоился, это первый момент, он должен усвоиться У нас должен опять же работать тот же желудочно-кишечный тракт Потому что если молекула белка, попадая к нам в желудок, не обработана соляной кислотой Ее не смогут ферменты растащить на маленькие пептиды А следовательно, стенки кишечника не могут усвоить вот эту большую молекулу белка И она начинает там гнить Нехорошие процессы в организме от этого, конечно же, возникают И мало кто догадывается, что мышечная масса, конечно, она строится из белка И белок нужен в организме, надо, чтобы он усваивался Но мышечная масса у нас растет только от физических упражнений Не от съеденного белка в рационе Физические упражнения это силовые упражнения И когда человек не занимается, даже собственным весом, в общем-то И когда человек не занимается физическими упражнениями Никак не нагружает свои мышцы, но при этом хочет набрать Он набирать будет жировую массу А это поломка гормональной системы Поэтому, какой вывод мы можем сделать? Калорийность вашего рациона не должна выходить за рамки запроса на энергию вашего организма Причем каждый день этот запрос может быть разный Следовательно, и колораж может быть разный Когда вы сбалансируете свой рацион по углеводам, жирам и белкам Не потому что, вот я прямо слышу, как вы мне задаете вопрос Сколько углеводов, сколько жиров должно быть в рационе, сколько белков Я не знаю, потому что я не знаю вас И когда вы сбалансируете это под свой организм, под возможности своего организма Тогда вообще у вас не будет проблем ни со здоровьем, ни с лишним весом То есть мы опять возвращаемся к тому, что не надо считать калории Надо изучать, как работает ваш организм И что конкретно вашему организму нужно То есть если вы изучаете свой организм, то у вас не будет вопроса Сколько мне надо калорий, как правильно Потому что у меня когда-то тоже была проблема с лишним весом У меня рост 156 см И весила я, было время, 83 кг Я тоже считала калории, я тоже сидела на ограничении И чего я только не делала, потому что мне очень хотелось похудеть Я тогда ничего не слышала о здоровье, ничего не слышала о нутрициологии А сейчас, например, я не считаю калории Я ем столько, сколько нужно моему организму Но здоровый организм, он не будет требовать сверхмеры еды, во-первых А во-вторых, я точно знаю, что насыщает мой организм Что питает И в какие промежутки времени какие продукты мне нужны Потому что вот сейчас, например, жарко И есть совсем не хочется А зимой, например, я ем гораздо больше И это тоже нюансы и тонкости, которые каждый из нас должен знать Первое, что вы можете сделать для того, чтобы разбираться со своим организмом Знать, как он функционирует Это подписаться на наш канал А этому видео поставьте лайк С вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова